Кыргызско-Таджикская граница Граница начинается на севере на пересечении с Узбекистаном в Ферганской долине. Граница проходит примерно на запад, с резким таджикским выступом у города Чарку. Он почти достигает Кайракумского водохранилища, однако между водохранилищами границы проходит узкая полоса таджикской территории. Затем он поворачивает на юг возле таджикского анклава Кайрагач. Прежде чем резко повернут на восток, достигнув Туркестанского хребта. Затем граница проходит по этому хребту, а также по Алайскому и за Алайскому хребтам на восток до Китайской точки пересечения. Среднюю Азию в 19 веке, аннексировав ранее независимые Коканское и Хивинское ханства, а также Бухарский Эмират. После того, как коммунисты пришли к власти в 1917 году и создали Советский Союз, было решено разделить Среднюю Азию на республики по этническому признаку в процессе, известном как Национально-территориальное разграничение, или НТД. Это соответствовало коммунистической теории, согласно которой национализм был необходимым шагом на пути к коммунистическому обществу и определению Иосифом Сталиным нации как исторически сложившегося, стабильного сообщества людей, сформированного на основе общего языка. Территория, экономическая жизнь и психологический облик проявляются в общей культуре. НТД обычно изображается как ничто иное, как циничное упражнение по принципу «разделяй властвуй». Преднамеренно макеавеллистская попытка Сталина сохранить советскую гегемонию в регионе путем искусственного разделения его жителей на отдельные нации с намеренно проведенными границами, чтобы оставить меньшинство внутри каждое государство. Хотя на самом деле советы были обеспокоены возможной угрозой понтюркского национализма, как выражено, например, с движением басмачей 1920-х годов, более детального анализа проинформировано первоисточников красок гораздо более полную картину, чем обычно представлен. Субтитры создавал DimaTorzok